Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалам алейхам! Мы продолжаем с вами изучать пятую главу книги «Деяния апостолов». Я просто хочу напомнить для тех, кто, может быть, не видел предыдущий урок, где мы остановились. Мы остановились на том моменте, что апостолы, после того, как они опять активно проповедовали возле храма, были заключены в темницу охранниками и первосвященниками. Что же с ними произошло дальше? Я буду сейчас в тексте, я только хочу для тех, кто, может быть, впервые присоединился к нам на наших уроках, сказать, что сам я читаю из другого перевода, но традиционно в уроках своих в качестве титров вставлю традиционный синодальный перевод для того, чтобы вы могли следить. Итак, мы с вами читаем. Однако ночью ангел Аданая открыл двери темницы и вывел их наружу и сказал, «Пойдите и встаньте во дворе храма и, не умолкая, говорите людям об этой новой жизни». Услышав это, они вошли на рассвете на территорию храма и стали учить. «Между тем пришел Коген Агадоль и его товарищи, созвали Синехидрин, то есть собрание старейшим всего Израиля, и послали за ними в тюрьму». Очень интересное и очень необычное событие для страниц Священного Писания. Мы видим, что ночью приходит ангел, как его называют Священные Писания Аданая, Господа, и он открывает двери темницы. Конечно, немало дискуссий вокруг того, кто эта личность. Был ли это человек? Была ли это какая-то духовная сущность? С одной стороны, конечно, слово «ангелос», которое здесь стоит в греческом языке, может быть переведено как просто «посланник». Таким образом, любой человек, которого посылает, например, правитель страны в другую страну, он, по сути, является ангелом или посланником. С другой стороны, мы видим, что ему удается беспрепятственно открыть двери темницы, вывести апостолов наружу. Я напомню, что их очень тщательно охраняли, о чем мы увидим еще немножко дальше. Посему склоняюсь к тому, что это была духовная сущность. С другой стороны, мы не видим, чтобы апостолы как-то сильно ярко прореагировали на появление ангела в своей жизни. Иногда так кажется, что если бы ангел явился кому-то из нас, то мы бы там пали на колени, ну, во всяком случае, наверняка бы очень бурно реагировали. На самом деле, все не совсем так. Как-то так сложилось. Я не исследовал вопрос, поэтому не буду говорить конкретно, почему, но в традициях различных народов ангелов рисуют с крыльями мужчин или с какими-то атрибутами, которые сразу выдают в них духовных сущностей, а не людей. Однако, на самом деле, нигде на страницах Священного Писания мы не находим подобных описаний ангелов. И поэтому говорить о том, что они имеют какие-то особые внешние признаки, не приходится. Более того, уже из практики, когда мне приходилось встречаться с людьми, которые видели в своей жизни ангелов, они, как правило, даже не понимали сразу, что это ангел, потому что он был похож на человека, он говорил как человек, он действовал как человек, только в силу того, что он совершал какие-то сверхъестественные дела, становилось понятно, что это духовная сущность, а не человек. Подобно и здесь вполне может быть, что он выглядел вполне как человек, но действие, которое он совершил, а что он совершил? Он вывел апостолов из темницы, он повелел им прийти во двор храма и продолжать проповедовать, то есть продолжать ту деятельность, которую они до сих пор вели. И вот смотрите, обратите внимание на то, как ангел формулирует об этой новой жизни. Здесь я тоже хочу немножко задержаться. Почему? Потому что что подразумевается под этой новой жизнью? Разумеется, сегодня мы чаще всего имеем в виду жизнь с Духом Святым. Почему? Потому что Дух рождает нас, о чем Иешова, будучи на земле, учил, что мы должны пройти рождение от Духа, и это действительно жизнь новая. С другой стороны, мы должны понимать, что это принципиально новый этап в истории человечества с Богом, в истории взаимоотношения человечества с Богом. Это этап, когда Бог активно действует на земле, причем не в одном человеке, не в какой-то группе людей, а масштабно. И это новая жизнь. Это новая жизнь, в которой существует то, что мы в иудаизме называем теку нулям, то есть исправление этого мира. Апостолы, как сначала Машех, когда был здесь на земле, и в дальнейшем его ученики, участвуют в том числе тем, что исправляют этот мир, избавляя его от последствий греха. Я имею в виду бесноватости, болезни, страдания и так дальше. Это действительно новая жизнь. Это новая жизнь, которая родилась в день сошествия Духа Святого на землю. И образовалось новое явление, община, гуфа-машех, как мы его называем, тело Христова. Дальше мы с вами читаем 22 стих. Однако офицеры, пришедшие в тюрьму, не нашли их там. Они вернулись и доложили. Мы увидели, что двери тюрьмы надежно заперты. Обратите внимание, я об этом говорил. И стража стоит у дверей, но, открыв двери, мы никого внутри не нашли. Когда капитан стражевой храмы и руководящие Каганим услышали это, они пришли в недоумение и размышляли, что же будет дальше. Затем кто-то пришел и сообщил им, послушайте, люди, которых вы велели заключить в кемницу, стоят во дворе храма и учат народ. Капитаны и его офицеры пошли и привели их, не прибегая, однако, к насилию, так как боялись, что народ побьет их камнями. Они и привели их в Сенахедрин, и Коган-Агадоль спросил их, «Мы строго приказали вам не учить в это имя. Послушайте, вы наводнили Иерушалаем своим учением. Более того, вы решили обвинить нас в смерти этого человека». Есть несколько моментов, на которые я хочу обратить наше внимание в этом тексте. Во-первых, я хочу обратить наше внимание на то, что апостолы, благодаря тому, что они следуют за Господом, обретают все больше и больше уважения среди людей. Замечу, не среди властителей этого мира, а среди людей. И мы с вами видим, что служители, солдаты побоялись прибегнуть к насилию, аккуратно привели их обратно в Сенахедрин. Дальше. Несмотря на то, что слово «Сенахедрин» используется в этом тексте, если вы сравните законы, которые написаны о Сенахедрине, то, что написано об этом в Талмуде, с тем, что происходит здесь, это трудно назвать Сенахедрином. Именно поэтому существует вот эта оговорка, что там были старейшины. Это потом имеет некое значение. Дальше. Претензия, которую они предъявляют к апостолам, звучит так. Мы запретили вам проповедовать, а вы продолжаете и пытаетесь обвинить нас в смерти этого человека. На самом деле, мы должны понимать одну очень важную вещь. Ишуа сам, будучи на кресте, сказал, что он не винит присутствующих там в своей смерти и молил Отца не вменить этот грех никому. Однако, главный грех, и о чем мы говорили многократно от человеков, заключается не в том, что Ишуа умер. Он умер, чтобы избавить нас от нашего греха. Главный грех наш заключается в неверии в то, что он сделал все это для нас и нежелании жить так, как он от нас этого хочет. Естественно, лидеры народа израильского на тот момент не понимали этого. Дальше мы с вами читаем. Кефа и остальные посланники ответили, мы должны повиноваться Богу, а не людям. Бог наших отцов воскресил Ишуа, которого вы убили, повесив на древе. Один момент, который здесь часто вызывает дискуссию, это слово «древо». Некоторые переводят как на кресте, некоторые переводят как на стойке. Здесь употребляется греческое слово «ксюлон», которое довольно часто на священном пересадении переводится как «древо» в Новом Завете, иногда как «стойка» или «крест». Я вообще призвал бы отвергнуться или отказаться от дискуссии по этому вопросу. В конце концов, орудие убийства не имеет никакого значения. То, что крест стал со временем символом христианства, окей, он стал, но это не значит, что это действительно так. Гораздо важнее, и почему в этом переводе именно на «древо», возможно, здесь есть некая отсылка, которую делают апостолы книги «Второзаконие». Я напомню, я эту мысль повторял, повторяю и буду повторять довольно часто, что апостолы стремились всегда подтвердить свою позицию, текстами из Священного Писания, и таким образом преподносили это народу. Ну и, конечно, самое главное, о чем они здесь говорят, что Бог воскресил Ешо. Здесь было прямое действие «Бог воскресил», «Бог отцов наших», говорят они, «воскресил Ешо». И понятно, что такое заявление не могло не вызвать у тех, кто там присутствовал, не могло не вызвать реакцию. Почему? Мы прекрасно знаем со страниц Священного Писания, что большинство членов Синехедрина, храмовых священников и так далее были люди, принадлежащие к касте цадуким, как это называется на еврейском языке, цадукеи в русской Библии, которые не верили в воскресение из мертвых. А оно здесь проповедуется. 31 стих. «Бог вознес этого человека к своей правой руке, как правителя и спасителя, чтобы Израиль мог совершить чеву, чтобы простились его грехи. Свидетели всему этому мы, а также Руаха Кодыш, которого Бог дал тем, кто повинуется ему». Они не только говорят о том, что совершили эти люди, и что Бог воскресил Ешо из мертвых, они говорят и о том, что нужно дальше делать, а именно призывают к покаянию и говорят, что тем, кто повинуется Богу, Бог дает Руаха Кодыш. 33 стих мы с вами читаем. «Услышав это, члены Синехедрина пришли в негодование и хотели казнить посланников. Тогда поднялся один из членов Синехедрина Паруш по имени Гамалиэль, учитель Торы, весьма уважаемый всем народом Гамалиэль». Мы знаем, что Гамалиэль был внуком Гилеля, который возглавлял школу так называемого Бет-Гилель. Это очень большая школа была в древности, и есть немало историй о том, как жил Бет-Гилель, вошедший в Талмуд, в Медрашим, вошедший из истории в Агадот. Писание упоминает, что этот человек Гамалиэль был Паруш, фарисей значит, да, по-русски. Учитель Торы. Мы знаем также, что у ног его учился сам апостол Павел Шауль. Мишна трактат Сота говорит нам о том, что его называли рабам Гамалиэль. Этот статус присваивался только очень уважаемым и важным учителям Торы. Более того, в Мишне содержится в трактате Сота 9 глава 15 стих такое утверждение, что после того, как умер рабам Гамалиэль, так исчезло уважение к Торе и перестали существовать чистота и воздержание. Обратите внимание, в отличие от большинства присутствующих, которые были Цадуким, он является Парушим, то есть фарисеем. И как мы с вами знаем, на страницах Нового Завета видна разница, ибо Парушим верили в воскресение из мертвых и верили во все Писание, тогда как Цадуким принимали только пятикнижие Моисеева и не верили в воскресение из мертвых. Это вот так, если вкратце. И вот он обращается к этим людям и говорит, а затем обратился к суду, люди Израиля, хорошо подумайте, как вам поступить с ними. Некоторое время назад произошло восстание, поднятое Тодой, который выдавал себя за кого-то великого, и за ним пошло некоторое число людей, может быть, около четырех тысяч. Но как только он был казнен, все его последователи разбежались. На том все и закончилось. На самом деле Тодда, в русской Библии его называют Февдой, этот человек известен, он упоминается Иосифом Флавием, который рассказывает о том, как было поднято это восстание. И действительно, после того, как он был казнен, это восстание быстро сошло на нет, в 37 стихе, после этого Иуда Галиле поднял еще один мятеж, когда проводилась перепись с целью обложения римскими налогами, и некоторые перешли на его сторону, но его убили, а последователи его разогнали. Тоже известный и упоминаемый Иосифом Флавием человек, который действительно поднял восстание. На самом деле считается, что именно он был родоначальником такого движения, я бы, может быть, сказал, пользуясь сегодняшней терминологией террористической организации, которая называлась Зелоты. Некоторые даже Петра приписывали к этому направлению. На самом деле это было не столько религиозное учение, сколько вот идея освобождения от римского ига. Вот то, чем руководствовалось. Кстати, некоторые историки считают, что именно вот это движение в конечном счете и возглавило восстание еврейского народа против римлян, которое, как известно, закончилось большой кровью и большим количеством смертей, разрушением храма и разрушением Иерусалима. Дальше мы читаем. Поэтому в данном случае я бы посоветовал вам не мешать им, а оставить их в покое, так как если эта идея или это движение пришло от людей, оно разрушится. Если же оно от Бога, вы не сможете остановить их. Может получиться так, что вы станете противниками Богу, а не прислушались к его совету. Мы с вами читаем о том, что он, получается, как бы вступился. Трудно сказать, что его сподвигло к этому решению. Какие размышления. Возможно, он видел в этих людях чаяние, я имею в виду сейчас в апостолах, чаяние воскресения из мертвых, а Синедрион, находящийся во власти Цедуким, противостоял этой идее активно, и фарисеям постоянно приходилось с этим бороться. Традиция говорит о том, что через какое-то время Гамлеилю веровал. Недалеко от Иерусалима есть местечко, которое называется Бейджамаль, что значит дом Гамлеила. И говорят, что там похоронен, туда, вернее, была перенесена могила Стефана Первомученика, о котором мы еще будем впереди говорить. Так или иначе, он понимает, и вполне, я бы так сказал, скорее всего, дело в том, что он, будучи человеком чутким к духовным действиям, человеком, который стремится быть внимательным к тому, что Бог делает в этом мире, вполне мог сказать, ребята, ну, давайте мы не будем так жестко, потому что действительно, если это от Бога, то мы же Богу сопротивляемся. Если же это от человеков, то не нужно стараться, оно само разрушится. 40 стих. После того, как посланников привели и высекли, им сказали, не говорить во имя еще, и отпустили. Посланники покинули Санихидрин, радуясь, что оказались достойными перенести ради него позор. И ни на один день они не прекращали учить и нести добрую весть о том, что Ишоа Машех, как во дворе храма, так и по домам. Говоря словами самого Ишоа, эти люди в тот день обрели благословение, обрели блаженство. Учав в Нагорной проповеди, Ишоа сказал, блаженны вы, когда гонят вас за имя мое. То, что здесь произошло, мы с вами видим именно гонение, их наказали. И это лучший удел, который можно только придумать для человека верующего в Ишоа. Больше может быть только мученическая смерть, наверное. Посему апостолы, кстати, как вы, наверное, знаете уже из истории, что оба этих апостола в конечном счете и пострадали гораздо сильнее, чем здесь описано. Но вместе с тем это удел для лучших людей в гуфа-машеях, в теле Христовом, в которых Господь благословляет пострадать за Него. Да благословит нас всех Господь, научиться у Господа, следовать за Ним, доверяя Ему и совершать то, что Ему угодно. Больше чем еще омашеях. Амин. Субтитры сделал DimaTorzok